Обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, но контролируемой. Операция в Курской области продолжается. Об этом во время заседания Ставки заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В своем докладе он отметил, что украинская армия продолжает идти вперед, вглубь обороны противника. Кроме этого, для обеспечения правопорядка, а также нужд местного населения, в Курской области уже создана военная комендатура. На территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах. Для обеспечения правопорядка и первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель генерал-майор Москалев. Всего с начала операции на территории Курской области наши войска с боями продвинулись вглубь обороны противника на 35 километров. Взяты под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. Операция ВСУ в Курской области не что иное, как часть самообороны Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цактна. При этом он подчеркнул, ВСУ могут использовать эстонское вооружение для ударов по военным объектам России. Украина имеет право защищать себя и атаковать законные военные объекты на территории России. Я хотел бы повторить, что Эстония никогда не устанавливала никаких ограничений относительно того, где и как Украина может использовать предоставленную нами военную помощь. Маргус Цактна, министр иностранных дел Эстонии. Украина имеет право защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон. Напомню, аналогичную позицию ранее озвучили еще два члена НАТО. Финляндия и Чехия, которые также подтвердили законность операции ВСУ на территории России. Мы оказали Украине обширную поддержку и, конечно, ожидаем, что использование этих платформ и систем будет осуществляться в рамках международного права. Я также могу заявить, что Украина имеет право защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. Операция ВСУ в Курской области – очевидное унижение кремлевского диктатора Путина. Об этом заявил министр обороны Литвы и добавил, что площадь продвижения сил обороны Украины впечатляет. Так называемые оборонительные линии россиян, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Каждый раз, когда Украина создает для россиян любую дополнительную дилемму, им нужно искать где-то ресурсы для решения этой дилеммы. Еще более важным в этом контексте является то, что эта операция – доказательство того, что украинцы ломают российскую военную машину, ломают ее военную мощь. Лаурина Скащунас, министр обороны Литвы. В интервью телеканалу ЛРТ. В плен ВСУ в Курской области сдалась целая рота российских военных. Соответствующее видео опубликовал украинский государственный проект «Хочу жить». В сообщении говорится, что российские командиры просто бросили своих солдат. Также отмечается, что в общей сложности ВСУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России и Кадыровского Ахмата. Это самая большая группа россиян, которые решили сдаться с самого начала полномасштабного вторжения РФ. То, что российские военные сдаются в плен вооруженным силам Украины на территории самой России, говорит о низких морально-волевых качествах армии РФ. Такое мнение в эфире телеканала «Фридом» высказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. И отметил, что для Кремля это становится настоящим ударом по политическому престижу российского диктатора. Создается информационный повод внутри самой Российской Федерации, который ставит подсомления. А. Первое. Обороноспособность страны. Б. Соответственно, функционал силовых структур, начиная от Министерства обороны и заканчивая ФСБ, как вы справедливо заметили, сдаются в плен пограничники. Погранслужба подчинена Федеральной службе безопасности. Ну и главное, сдаются и кадыровцы. Вот это основной показатель. То есть, несмотря на два рубежа эшелонированной обороны, речь идет о низком морально-волевых качествах российской армии, причем на территории самой Российской Федерации.